Книга открытым оком. Тема разбор выступлений Амбросия Юрасова. Вопрос 37. Почему в церкви не используют музыкальные инструменты, например, как орган у католиков? Отвечает Амбросий Юрасов. Потому что это излишнее. Благодать Божия действует и наполняет душу. Тот, кто уже очистил сердце покаянием, чувствует, как благодать касается струн его души, у человека появляются слезы радости. Один святой человек так говорил. Разбирает ответ Игнатий Тихонович Лапкин. Дорогой пастырь прекрасных девушек, послушайте хотя бы раз, что на этот вопрос отвечает Святая Вечная Библия, скрытая вами от народа. За что от Бога грядет гнев на таких людей? Пророк Исаия 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Пророк Исаия 4.6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. И как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. То, что не принято у нас, не означает, что так и должно быть, и есть самое верное. Вы должны были ознакомить людей с мнением священного писания, то есть с мнением Господа Бога относительно музыкальных инструментов. А потом уже давать этому толкование. Для вас Библия вообще как будто и не существует. Люди, стоящие перед вами, пришли не к вам, а к Богу. А вы перехватили инициативу у того, кто дал вам жизнь. И повели людей за своими мыслями. По благословению другого, высокопреосвященнейшего Амбросия, который несет с вами ту же ответственность за ваши ответы. Мне лично хорошо была знакома монахиня Рязанова Александра Тимофеевна, выехавшая в деревню со своей сестрой из Казанского женского монастыря города Барнаула за несколько дней до расстрела всех его насельниц. Жила в Барнауле по улице Пролетарская, 103. Ее рассказы я сохранил на магнитофонной пленке. Она рассказывала, что когда они были в Иерусалиме послушницами, то с разрешения настоятельницы часто бегали к католикам послушать органные мелодии. И уже почти столетняя она все еще продолжала вспоминать об этом с благоговением, говоря о том, какой это давало им настрой для молитвы. 4 Царств 3.15 Теперь позовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Псалом 154 стих Хвалите его стимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе. Псалом 151.2 Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь. Какое же вы имеете право так искажать Слово Божие и воевать против Давида? Заклейте эти места в своей псалтире. Быть может, по-церковно-славянски написано, что эти струны сердца. Тайнозритель Иоанн не знал о высказываниях какого-то человека, чей ответ вам так понравился. Слово гусли встречается в Библии 38 раз. Это вам ни о чем не говорит. Гусли это струнный инструмент, а не только изогнутая арфа. 1 Маковейская 13.51 И взошел в нее 23 день 2 месяца 171 года со славословиями, пальмами, ветвями, загуслями, кимвалами и цитрами, и псалмами, и песнями. Ибо сокрушен великий враг Израиля. Сирахова 39.20 Песнями уст и гуслями и прославляя, говорите так. Псалом 32.2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Псалом 42.4 И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Псалом 48.5 Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Псалом 56.9 Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано. Псалом 70.22 И я буду славить Тебя на псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святые Израилев. Псалом 80.3 стих. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирию. Псалом 91.4 На десятиструнном и псалтире, с песнью на гуслях. Псалом 97.5 Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения. Псалом 107.3 Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано. Псалом 146.7 Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Псалом 149.3 Да хвалят имя Его с ликами на тимпане, и гуслях да поют Ему. Псалом 153. Хвалите Его со звуками трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Откровение 5.8 И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Откровение 14.2 И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Откровение 15.2 И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Для чего мне золото и камни, что навечно спрятаны в горах, и звезда на небе не нужна мне, коль не светит, прячась в облаках? Ты хоть много проживи, хоть мало, но тебе скажу я не тая, если боль других твоей не стала, прожита напрасно жизнь твоя. Расул Гамзатов Расул Гамзатов